на тихом мир вашем дом с миром принимаю брат сегодня 9 дней сергея так и вот так получилось что я подоспел сразу как он умер я сразу решил сделать ролик в его памяти стал делать но потом вы мне прислали сообщение чтобы читать статью 11 года я и начитал и что получилось то получилось сегодня он поделился я видел хорошая получилась статья этому и стихотворение прочитал ладно но я доволен очень даже вы сказали сам подбери ну я подобрал отерпение большая работа я тут едва-едва проворачивались потому что я про лопащим все что было в архивах везде поднимаю едва-едва-едва к обеду успеваю провернуть все по щиток а и по сергею на сегодня сегодня выставил я 12 роликов только с сергеем за раз это те которые отдельно идут у меня есть такие которые мы говорили они у меня в архиве лежали это хорошо то есть еще их никто не видел да да у него более 200 сколько вы не считали сколько точно или вот примерно дохать время примерно 220 выставлено данного то его написано все когда открываешь его канал и написано все ролики все и тогда все я их все перетащил к себе они у меня сейчас будут разбиты по группам и потом буду выставлять по одному мы с ним договаривались друг у друга брать я имею полное право братья при нем ведь я каждый день выставлял по ролику там месяц-два назад я начал выставлять у меня свободные были места у меня в среднем по 10 роликов в день выходит и я для него выставил место и стал составлять и найти хочу то вы говорили что есть два рода искушения от господа да это болезни и гонения как вы думаете сергей было причастен но у него болезнь была а уж как получил он этого горит десятки раз я нырял там они там 7 часов были он описывает все это когда разговаривает корреспондентка пришла и он ролик снял даже об этом так что болезнь есть болезнь болезнь бывает от того что я топил пищу обжегся у меня началась там какая-то болезнь от этого или я где-то ходил в лесу на меня шерш не напали пережали ли это тоже болезни широкое понятие или на фронте человек был он в больнице находится в госпитале болезнь обожгло его в танке или упал там где-то дура разные причины минами накрыла у сергея было свое сам виноват он говорил мне из-за чего господь усмотрел он теперь можно сказать открыто это все мы мы были очень близко я сейчас смотрю в ее ближе даже близкой день не туша как а даже в замыслах не было какие мы были близки ближе как мы друг другу никого не было он даже заявление подал что приняли потеряю скопщину это единственный человек заочно и в таком положении отец такие без дела крестил ну то есть это человек наш был он претерпел из-за меня потому что эти какие не знаю как назвать даже творящая подлость они делаются такими же там священники и все видя что он и и к ним уже не приближается они его начали костерить и он бесноват этот бес его сомнилось я без он стоит аретом священник но не бешеные сумасшедшие я все вспоминаю исидора пилосиота святой он говорил так предвзятость не дает здравого мышления то есть заранее настроенный а злоба вообще отнимает разум вот эти попы они именно такие попыткам бывшие баптисты с разных стран они все против меня собирались и они не они не могут ничего сделать я им говорил вы на меня напали живыми не уйдете и в ролике выстрел до конец от ролик теперь лапка щена там то другое почему бог лишил разума христа было такое говорили силой князя бесовского вильзиола силой но вильзиолом никто его не называл они меня там и валом и и сатаной и ничего не могут говорить а я делается только хуже и хуже почему я стою на берегу спокойствие как говорит ян златоус а у них ничего нет вообще ничего нету нет у нее он показать не может какой у него труд сделан для господа кто обратился и море и сушу обходят говорит чтобы обратить кого и кто обратиться вдвое худшим делает его себя сыном гиены это у нас сегодня и да я всех нас дается них там фигурирует эта буква я объясняю дьявол сатана для меня это великое благо радуйтесь веселитесь велика ваша награда и серьги это понимал я посмотрел еще раз сегодня все ролики перебрал еще раз от я уже на неделе четвертый раз перебираю по одному проходил потому что дальше когда уходишь надо возвращаться назад я по одному заказал по одному меня слабо интернет не тянет это выходит я разворачивался возвращался 240 раз 220 240 раз примерно зам промолачивал я могу сказать какого числа когда было вот мы познакомились с ним 7 лет назад я сейчас смотрю как я никогда в дружбу никому не набивался нет у меня ни одного вот у меня телефон я никогда не звоню вообще не звонил ко мне только идут когда skype также меня находят где-то почему я бедный эта бедность меня на месте держит это чтобы лес давай попрямите меня в дружбу в моем мире было одно время когда много можно было распространять одним щелчком на 10 тысяч тогда я набирал людей а так никогда нигде не выхожу до мне некогда да и зачем да простить что-то у людей я не знаю не стоит александр третий его спрашивали почему ты министров не слушаешь он говорит а чё их слушать они меньше меня знают так вот я не надбиваюсь я просто знаю разговариваю с ними вижу они не то что односторонние они вообще не развитые и вот сергей значит вышел на меня ну вышел на 7 первое сообщение которое сейчас выставляет сергея тушенко то там видишь как удобно там стрелочка кто кому говорит вообще чудесно хорошо он на семь дней раньше зашел ко мне а я его не принял это успел сказать не принял почему неправильно одетая в платке как женщина это не положено муж женскую одежду то он собрался тогда написал я больной я еще я не знаю что больной то больной но я не знаю что он больной то он он фотографию то поместил там где чья это страница то он не лежит а стоит стоит такое такая есть у него фотография то но я ему сделал замечание он тогда мне стал объяснять и вот теперь посмотри по этим семь лет у него шесть лет назад первый ролик появился он писал иконы но когда мы познакомились ну я свидетельствую беседы икона почитания не если дала поклонство а он в это дело то в них а его это касается и он гордок я еще делают я кому пишу то они же поклонники православные то они иконе обращаются то прямо хоть они говорят почтение к первому образу какой первый образ у казанской там нет казанской иверской какой то там одна богородица то а здесь именно празднование иконе иконе празднования то и он это понял и стоит ли мне рисовать теперь вопрос стал у него у него главный прибыта к деньги все было деньги это хорошие платили он говорил там посетили такие тысячи дали он был при деньгах он мы друг в друга влюбились вот как и когда он посмотрел мои ресурсы сайт вот даже у него сейчас этот сайт взял там от парализовано там без лжи говорит ты взят 118 и псалом 105 стих слова твое светильник на гема и свет сезимой он от меня взял то это на моем сайте это стоит эпиграфом он даже не скрывал этого но он почему-то подумал что фотографии на моем сайте можно поставить другие икон может быть свои он думал я города не надо это во первых там ошибок много сделает это это большой труд это очень большой труд это аудио надо перекачивать 50 книг книг надо ставить туда я отвечаю на 4124 вопроса 55 папок а это не просто раз и перекачал это вопрос они стоят в определенном порядке так одни вопросы вопрос папку ткнул допустим ну какая-то работа ткнул его открывается один вопрос и какой-то из книг я беру из своих а дальше вопрос ткнул открывается сам вопрос а то нет и он не послушался и нанял таких программистов из израиля и из беларуси я говорю сергей даром никто не будет делать так я и не даром насколько да какое ваше дело то это мой сайт будет он решил на нем ну чтобы друзей там было и он как я говорю влюбился но наконец я у него однажды узнал он заплатил 300 тысяч 300 тысяч я не заплатил за свой сайт не рубли а ему только копию сделать ну кто ж даром то будет делать и они его когда дело не доделали я не следил у меня ключа к нему нет он когда меня не будет сестра или не займать или жена гонимать только отдадут этот код как туда заходить и проще то есть вот это наше знакомство было и до этого только один ролик был шесть лет давности только один ролик парализованный иконописец он пишет и там кто сестра там у него была его сестра там где пусть говорят малахова она выступает говорит показано так сергей то там не было на него там навели как-то и проще я посмотрел только один ролик был в первый год когда мы познакомились он вообще никак только иконы писал дальше у него появляется следующий год два ролика а уже последнее у него пошло лавиной уже узнали где но явно дело что имеется связь у нас кроме того мне первый человек встретился как сергей который я работал работал над иконами 14 16 часов не исключая выходные 9 лет у меня точно эти мои слова как будто бы скопировали всегда говорил я книги писал с 2002 года по десятый последний вышли вот там раньше больше но это вышли они а когда вышли книги пока издали у меня те же самые я также говорил я даже на костер не ходил даже купаться ни разу не ходил вот настолько напряженный у меня был ритм ну что ты хочешь 41 том вышел за 9 лет 41 том дальше с 8 топа том это я сам уже верстку вел фотошопе занимался пока нам не выговорили пришли тут ко мне комиссии своей дескать что вы делаете вы все взяли на себя вас не будет а мы ничего будем я говорю я этого и жду давайте беритесь а он один из них программист ну и так и столкнул это все уж как идет там и вот сергей точно так же 2002 году я начал заниматься книгами а он этот период у себя называет самый иконописный понимаете вот как все это у бога вымерено где-то а познакомились 2012 году до 12 года он ничего нигде не сдал к нему никто не обращался ну я не знаю знаю какие были авторитета библии похоже никакого не было при священники приходили там исповедовался но и больше еще но ни одного ролика нету а тут у него все и появилась уже когда пять лет назад уже мы два года было знакомы у него же там 20-30 роликов а последние тут уже пошли они по 50 роликов день но разница в том что если на меня кто-то и выходит антоника задает вопросы вопросы а дать они ничего не могут что они от него ждали ждали ответа я гляжу ну почти всех я прослушал посмотрел но вопрос это такие прямо ну совсем никакие я на них не отмечал никогда это простой к спасение не касается они там то ребенок плачет то под себя мощность это такое вот прямо мизерное мизерное а потом он такие стал там о церкви о канонах он так ему бог много дал там священники стали приходить иногда с ребятишками там один ходит не хочу называть он такой прямо и это священник хохочет все хохочет говорит и сергей выпустил ролик о смехе называется вот это и вышел не этот а другой там недалекое ролик есть то видно с ребятишками и этот священник я на вас второй ролик готовлю против меня он на меня сергей сергей это вышли а я на него как кому-то распространяю какой материал на него сбрасываю на он видишь какой освещает а сергей мне про него и говорит священник этого не знает он я пришел их охочет сергей говорит я пришел а серега говорит как они мне от пустословия надоели не знаю что да какой же ты священник непрерывно зубы скалишь а он то сидит и даже не видит он привык так трепать это прости господи за это слово и не видит как реагирует кто она на него он считает сергея там 7 даже там может роликов 5 с этим священником то а вот совершенно не с ним священники с которыми полностью был сергей там и нет ни одного нету наши приезжали вот иван там но наш еще там были раз-другой и все но тут полное доверие было так что-то пришла здесь существует ну ладно может я не пойду обойдутся там так это я говорю то что есть вот и некоторые моменты хотел под просто посмотреть вот ты можешь открыть есть такое библии серахов 27 9 прочитай 27 9 ты ты как считаешь их в интернет на версии но у меня на телефон вот сейчас я на ну ладно там они там 28 будет серахов тогда в книжном варианте 27 на одну главу разница 28 9 тогда ну ладно это долго искать я прочитаю сам птицы слетаются к подобным себе птицы слетаются к подобным себе голубь голуби ворон к ворону и истина запятая истина обращается тем которые упражняются в ней то есть не просто познались она упражняется у них все время библия в руках он упражняется отвечает составляет сравнивает сочленяет к одно место как с другим как оно относится ко мне как другим и сергей начал отвечать по слову божию вот это у него был очень сильный рывок я не знаю если такие парализованные где вот этот последний пятилетний период он видно как у него пошли на плывом ролики какие люди приходят а тут туда бросились эритики там всякие тоже не хочу называть их я неоднократно с ними говорил полностью падшие блудники они там разрушители семей вот тут армината на них бы натолкнуть то чтобы они маленькой мозги вправил то а сергей то не знают ну маленько которых узнавал тогда начинал он говорит задыхается еще спрашивает они на него наседают они его не щадили дело в том что у нас много роликов записано было и я ни разу не вызывал его на ролики он всегда можно позвонить он был очень культурный и это все сейчас вот евтушенко выставляет как там наш наша переписка то сергей мне там 800 раз а я ему 1800 написал он напишет можно а я в ответ там целые пакеты ему материалы материалы и все это печатается сейчас видно было он духовно рос и когда он заходил я тоскую говорит просто но охота по поговорить у нас было однажды разногласия с ним я разногласия но как бы говорится на полторы сдвинулась а тут левиафан звягин сов вышел когда фильм то так минутку вот так понимаешь у меня под ногами свои путаются ты еще раз наказа не трогать днем меня володе нет у меня отрывает а ничего нет сироп пробьют но и сергеем там и на все эти темы открыто беседовали сердце его расположено было и он это все брал и дальше говорил афоризмами которые я нигде не брала от меня выработаны относительно споров но другие вещи где и он это все говорил так и никто это конечно не залог взял мне приятно было что они как говорится стрелой пронзали этих которые приходили он беседовал когда и что дескать там поносится наше государство а вы его одобряете я говорю не одобряю его я говорю что правду там показали то там пьяница ты притесняют людей звягинство то он с натуры взял это все но тут мы не сошлись еще был один случай у нас несогласие но несогласие было скрытое и он его не показал нигде а потом она так вспыхнула что опалила всех вот у него бы он меня свел с одним человеком калинин александр вот когда эта русь против матильды было и он был к нему близки и когда мне нужно было распространять книгу он меня к нему направила калинин но меня-то когда вышел я стал только беседовать это воскресал дальше что-то идет у него он все это рассказывает а я только стал говорить я смотрю на него врет все неправды не было ничего этого не было он не тот я ему стал это говорить а вот тогда давай что ролик не ставить давай в администрацию жалуется другое тут вот подлость такая и отговорит там все я вижу где он говорит он говорит нарочно а его там баптисты привещает этого калинина и он все воскресши я говорю ты кто православный после соблюдаешь нет бороды нету дать тебя три минуты обнаружил ты зачем это обманываешь людей то а теперь когда он вылез за ним обнаружили что он убийца убил человека убил знакомая была ему соседка такая а он как-то узнал она с матерью говорила у нее есть деньги там предприниматель или что-то было а там два наркомана него взяли с собой она не открывает дверь она да это я тетяна я пришел то она открыла они на нее бросились и задушили он хуже убийцы и он все это никто не знал а теперь-то открылась а как он студент был он сам не убивала они убили то тем то дали больше ему кажется шесть или восемь лет и он подделал документы это мошенник сергей его не узнал я лишь понимаю только так потому что он в таком положении находится и он его привещал даже после того как он отсидел вышел хотя я против этого ролик выслать им нельзя знать все из него плюиды зла сочатся по сегодняшний день он убил человека ему рта раскрыть нигде нельзя убил которая верила ему убить пустил это это хуже иуды и вот а другая женщина ко мне заходила и всегда в роликах свои комментарии давала в моем мире даже там не ролики были ну да все там было она была из видна из пятидесятников с украины пивень валентина пивень это петухова но и где-то я ее одобрил сказал а она где-то выразилась что-то неодобрительное и он и сергей занят черный список она ко мне я в чем виновата то но я живу на украине я сказала так и и прочее а он ее сильно понес я тогда попытался это сгладить один раз меня попрекнул вам выходит это которая неодобрительная стране сказала она вам ближе валентина пивень да тут о стране нету речи речь идем что идет о том что она она суть поняла я молюсь сейчас перед иконами меня это нисколько не смущает а муж у нее там знатный такой рослый мужчина там лещит кого-то руки налагают ясно дело что она не простая женщина то но она умная давала всегда рецензии вот посмотрите как там деревне вот что вы хотели сказать никто не увидел я скажу вам правильно она говорит все правильно она подтекст считала сергей ее занят я сказал сергей прими ее она хорошая женщина то вот такие у нас были разночтения но они незначительные были там ну день-два день-два ну и в обоих случаях он жестоко ошибся да и спрашивать нечего человек на болезни пылает температуру не собьет это надо его опыта то в людях никакого не было он как-то мне признался и говорит вы знаете чем я занимался вот где-то нужно кого-то наказать я готов меня посылает я могу башку свернуть его бог то остановил на каком пути он здоровый метр девяносто сильный спортом занимался там из них класса первый кто женился он сколько их там было как а здесь такое я мог свернуть любому голову а бог мне свернул теперь можно говорить потому что его нету да будет он благословен у господа в вечности и он мне говорил я его биографию не принижаю этим она просто будет полная апостол павел говорил я гнал церковь ну я уже не унизил себя этим то они эти враги то ничего не понимали и вот птицы слетают так подобным себе мы друг друга нашли и далее вот сейчас как сергей выставляет евтушенко ты посмотри там ну я не знаю сколько раз часто довольно опять проходит неделю-две можно я позвоню опять ко мне можно я позвоню что я сам не знаю я тоскую просто скажет мне охота поговорить а как этот вопрос а как бы я ответил все я его считаю очень близким для себя человеком при его жизни вот бывало он много мне помог в интернете бывает там на форуме нападали роботы и никто не мог убрать их они там штук по 50 в день залазили и он сумел их отбить еще что то у меня было вот эта визитка которую раздаем это он ее составил мы друг другу кидали кидали и наконец он ее установил как надо он мне очень хорошо помогал вот в этом деле я спрашивал хорошо давай там и там ювер зайдет и по нему начинает здесь и глядишь опять выправил и вот это у меня колонки большие то он купил что-то еще тут было то ли в наушники вот эти это тоже он купил переслал и мне они отдали я не просил и не брал нужно принесли в дом я упираюсь ну возьмите да ради человека то другое вот но тут я только говорю то что такое уже на глазах у нас тут было вначале же вот как вы только познакомились и стали миссионерствовать у вас поездки были он тоже помогал же да да он говорил он держал на пульте руку все время и с теми людьми у нас у кого деньги есть и когда у нас газель сломалась в швеции они додали нам сигнал бросайте ее сейчас же покупаете новую иномарку едете дальше я говорю никогда вы еще ребята она у меня белая лебедушка я ее так люблю даже сравнить ни с кем не буду а для кого-то она колымага обыкновенная она белая допустим в германии стоим и она выше всех видно я ее легко искала она выше всех но это нам обошлось копеечку когда были в греции раз она выше на сантиметр из нас брали как за грузовую до раза в два в три больше а у них там через 80 километров новая новая шлагба мы они производства никакого не имеют они за счет это выжимает там я про греков говорю вот сергеем у нас была дружба настоящая мужская плодотворная я видишь там есть такое ты поставил там где мы даже вместе с ним и вот и такой был бурденко николай нилович хирург он родился в 1876 году когда библия была переведена синодальный перевод а умер в 1946 году генерал-полковник главный хирург вооруженных сил нейро хирург и он что когда был студентом я горит переболел всеми болезнями вот изучает какую-то болезнь допустим там туберкулез или что-то такое я сразу заболеваю говорит воображение у меня точно такой же был он сергей начнет говорить о болячках своих а я сразу же у меня все вспыхивает я болею имя как он я ничего не могу с собой сделать это ну бывают такие люди а чрезмерного воображения или вхождение ну с плачущим плачь с нуждающимся говорится апостол павел говорит я не то что плачу я прямо с ним нахожусь я болею его болью и он это знал ягоды как только сказал у меня все зажалось и я заболел не могу так ну вот то что я хотел сказать какие вопросы есть вот мы разве нас 12 года познакомились и до последу были близких отношениях очень даже близких я благодарен богу за это знакомство для меня он был как образец я всегда его проводил по на память тем которые немного болеют и начинают стонать вот сергей георгиевич как вел себя почему вы так себя не ведете и он все это переносил там сказать нельзя даже я грану без же которые люди болеют болеют говорит но они с детства такие родились а я испытал эту радость жизни тела моего там спортсмен и вдруг ничего нету но ясно дело когда богатый попадает в нужно и бедный который в беде был переживания тараза у того там в глазах то все это сиборитство а вот а ничего никогда не было ну нет и нет сегодня у меня хлеба там ну ладно пожую там картошку а для богача то вот это унижение уже и сергей это все правильно истолковал и нас больше не было нигде но нас это не разделяло я просто говорю даже на мельчайшем показать что здесь дьявол пытался сделать и которые на меня нападали эти дэса там священник ну просто ужас как и они на него они его как бы на свой уже тянули край то а он тогда видишь а никто не как бессы нападают злобные такие он это ничего делают так где-то и они сразу на него как и ты бесноватый лежащего не пощадили не по ней ничего не понимают почему это такой сказать планета такая такая роль им досталась а поганая роль и они этого не понимают кого-то исповедуют говорят развалившись тут легко найдут даже о ком я говорю а что можно сделать ничего по всей вероятности перешагнули грань за которой покаяния нету покаяния нету взламывают там ролики были вместе разговаривали писали хорошие вдруг в один день все против я не изменился я нигде не вчера же играть молекулу ни одной повернул а его там повышают там а ему значит главное условие с лапкиным порвать покажи что ты против его и он чтоб пробраться лишние 200 рублей ему давать будут и уйдены деньги если вы говорите что кто-то просился кого-то он не пускал намного было желающих с ним побеседовать да вы меня спрашивал спрашивал а вот как этот человек там помогать ему там даже я на узнавал иногда я знал этих людей ему отвечал и он ни разу не нарушил тот совет который я давал ему и он убеждался что я говорю правда единственна правда ничего кроме правды и он сильно это принимал помню он еще с одним бородат бородатый который он помогал забыл такого вот они такие вышли на вас его беседу устроили в скайпе и как бы против и такие как будто и против вас но не как будто вот так ну и сергей наверно специально встал на его сторону искушать хорошем смысле слова то что почему вы так все время себя выпячиваете а себе говорите что у вас гиперчиславия какое-то что ли что они не знают дело в том что эта режиссура была составлена с сергеем наше мы договорились что он ему того возьмет я говорю ты вместе с ним меня тоже потрепи это мы договорились с ним так с сергеем то а люди то не догадались вот там где никита картошку не принес галине то и говорят не не поймем то ли это у них составе такая режиссура была если это действительно такая жизнь так это супер когда вы никиту я там пробирают а здесь никто ни один не догадался мы заранее обусловились какие роли и кто там вызовет такого и сергей так все и сделал но у меня не один раз было не с одним человеком так чтобы вызвать чтобы действительно в глаза высказал а ничего мне не могут я спрашиваю чем я виноват перед вами они ничего него мощи монашество но мертвых к мертвому тянется птицы к подобным слетаются то но мощи тебе залез могилу засидитом с мертвецом где господь сказал мощи то хоть одно слово где то есть оставьте мертвец сам хоронить мертвецов даже хоронить это должен человек быть мертвый отшибленные мозги все непонятно то а вот он монашество не признает а за монашество сегодня вот мы опустились в это в рулетку то щад рулетка и там один признается нет ни одной западе который я бы не нарушил это он о себе говорит я это хорошо что признаешься то и дальше он еще не скажет попытки игры ты и тут правду говоришь но это ролик будет стоять мы тут уже с отдельно когда заходим в рулетку в эту то володя сейчас ведет у него свои номера набираются у меня свои ну да тихонич конечно когда сергея увидел что он залез в эту преисподнюю напрягся сильно думаю куда же он лезет там же такое вот прям все много грязи и вот его все-таки достойно себя вел там и все остальное а потом когда вы зашли уже туда мы не знаю я выпросил у бога это с первого дня господи он не закончил дело дай мне талант сергей чтобы я мог туда опуститься я молился об этом слух хотя это но новая такая ниша сейчас ну вот у вас и у сергея было и она очень ну тоже она интересно как будут люди реагировать интересно конечно смотреть вот эти беседы но у меня уже их 16 бесед так что тут будет каждый день на тихонич а они похожи вот как вы раньше например ну по молодости также вот ходили везде там уже на земле часто вы в интернете они похожи да по характеру как раньше да какая разница те же самые грехи те же самые то же самое как один к одному и подход один и тот же один всегда одинаковые я должен в первую очередь вызвать доверие к книге а книга в моих руках они этого не понимают я говорю вот представьте мы проезжаем 650 городов я посещаю там районные центры я никто меня не ждал про меня никто не знает а я должен день 5 городов посетить вдруг я вхожу кто такой чего и отпущено 10-15 минут и я уже уезжаю отдать книги получить бумагу что они будут беречь давать попробуй так ты попробуй тогда о чем ты будешь говорить первую очередь я должен показать документы пока они все так серо копируются себе библиотеки далее показать что мы где были дальше какие были одобрители так вы себе говорите а мне путин не нужен здесь он в другом месте поможет но дальше уже собирают людей успеваю перед ними выступить я должен открыть нужные книги показать о чем идет речь в каком томе что написано это 15 минут вложить они не понимают люди еще говорят я пришел сказал я хороший как бобер узнал говорит там где-то бабриха внизу живет и он взял прутик и написал выходи за меня замуж я хороший так и я не могу это делать я должен показать что верить тому что я даю есть полное основание сделать им праздник а эти которые бухтят у них ничего и нету я говорю как бы ты раздавал все раздавал ну а раз еще нет и спрашивать не надо я еду с сокровищем мы за эти три года раздали на 35 миллионов примерно рублей книг ты понимаешь нет и я должен ввести их в такое сокровище в течение 15 минут самое опасное когда бывает я уже книги отдаю всех склонилась в сторону а директор приходит после она ничего не знает она на пути стоит я должен смириться и на уровне их учеников тихо медленно довести до этого уровня то ну давайте тогда они то это ничего не надо который нападает я на них смотрю как ну на сопливых подгузников у них ничего нет они не знают как это сделать как подойти тут уже готовы руках материал сейчас я выставляю эти будут ролики наши с этой рулеткой и ты увидишь там какие люди приходят какие разные и мусульмане и покинуты всеми старик и первые мы два поставили таком подряд писалось и мы и вниз там не заметили там матерки даже были нам замечание сделали тогда скорее сергей евтушенко взял все это вычистил и поставил а теперь мы сами обрываем и если был матерах мы это ролик выкидываем ну а сергей он там это фона ну как бы заглушал там каким-то звуком моток 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 но не знаю может быть за за это и на тексту вы моли вы понятно вы об этом молитесь но вы еще продумываете ведь эту беседу заранее там да прокручиваете вот раньше вот вот вы говорите за 15 минут успеть нужно расположить вы это прокручивали дани и не раз каждый день поображение каждый день по пять раз и мы молимся когда приехать туда как как какой-то нюанс разный есть вот допустим я в школе меня пригласили большая школа в классах выступить рассказать основного что есть вере в бога за мной постоянно ходить завуч школа то заместитель директора заведующие они два-три класса в один класс парта на парту там сидят все там набиты просто я выступаю через коридор перехожу а там уже собрались я вот так в течение одной недели всю школу обслуживаю и она в конце говорит я с вами с первого последнего дня я знаю вступительное слово и везде вы говорите вступительное и ни разу не повторяйте все разное как это вступительное но одно как у вас получается разная я захожу сразу смотри что она у вас на доске есть написано экономика должна быть все я про экономию теперь начинаю говорить если картина висела там вижу николай ге а в другом месте леонардо да винчи я сразу соединяю две эти картины начинаю говорить про искусство что означает как художник рисовал какое отношение к спасению души но это нельзя научиться это этим жить надо ну да вы потому что много читали и познавали до пополняли свой так скажем словарный запас и доник остальное а потом это все в нужный момент нужно месте выстрелила так скажу я поэтому легко нахожу ошибки начинает только говорить или же одна ошибка вторая третье он даже я не не касаюсь пупков идет занятия ему высказал ты только начал вести уже четыре ошибки сделал а никто не замечает их ну как не замечать я не хочу его расстраивать я ему постоянно надо говорить и он а он как бы вот он упрям стоит маленько так скажем вот собаки собаки конечно мне когда я к примеру сказал что мы должны быть первую очередь за слово божье за христа ратовать а что мне сделали замещание если они прав почему не принять то это такое есть что-то я хотел еще вот по сергею вот по сергею по нашим отношениям что я могу добавить биографии и где и что-то биографии его до встречи вся описана а дальше ничего у нее нету биографии дальше биография пишется другим человеком в нем он многое многое получил он очень сильно изменился очень сильно даже любимый иконопись который он полностью забросил он помните живот и я тогда ему тоже звонил мы беседовали он говорит ну я говорю аж а почему ты сергей сейчас не пишешь он говорит ну как вот мне письма такие приходят что руки опускаются какие письма бабушка написала там ли женщина какая-то год у меня кот помер напиши ему икону ну как одна женщина умирала и завещание 450 тысяч долларов на собачку за переписала в америке вот и после этого конечно ну и да как вот в статье вот в этой уже автора я не помню григорий пишет что он благовестовал красками ну а потом словом стал вот он есть пример вы вы пример яркий что вот именно словом и действительно когда вот он очень хорошо ложилась его беседы его когда он разбавлял вставлял слово божие и она их стал иногда цитировала дословно как и вы говорите гнать их когда дословно слышишь слово божие она режет прям проникает туда во внутрь и все остальное работает вот это мне очень сергей нравилось что он это уловил и на это делал ставку и он не то что там уловил он теперь к месту он цитирует и когда ставят ролики у него текста идут из библии и всегда к месту то есть он очень сильно проник ему господь широко открыл дверь до эти то которые в окно приходит там ха 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 чё там они дадут ему эти папы и прочее то странно почему ведь почему не ведут себя так вот именно проповедники священники он нерожденный свыше он мертвый у него ходила режим руках ходила вот это конечно у нас сейчас знакомый один у володи пащенко андрей смирнягин и у них и у девочки у меня в лагере были священники я с ними беседовал и священник который он говорит они не не рукоположная как чтец но храме говорил проповедь еще то что там не я даже не могу понять какая причина священник ополчился на него он пошел другому который ему тоже помогал то и тот ополчился ополчился на него где он в больнице где-то пропаде щенник давай запрещать ему больницу у нее и права такого нету болица для всех открыт он как злоба отнимает разум и сейчас володя не пишут его передай мы с ним андрей я дня ролики выставил даже тоже вот вот он тоже можно сказать а сергей ученик вот у вас много научился многому и вот андрей вот этот да 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 тут тут родили до родились это тут уж не надо отнимать ничего а я своим ничего не считаю почему мне это бог дал я другим быть не могу вот сейчас в эту опустились мы в глубину тьмы и там увидите какие разные люди мы начинаем молиться господи почти хороших людей среди вот этой помойки там 98 процентов мусульмане раздетые женщины мужчины и мало того открываешь она внезапно сколько есть я могу она быстро промелькает он стоит там половой орган показывает и все ну да там и все вот это падшая все агнатика а вы запишите как вы какой вы молитвы молитесь перед тем как выйти в чат рулетку я прошу так господи боже мой благодарю тебя за все что ты дал мне и упокой в обителях небесных но представлена раба твоего сергея и его талант да будет на мне как елисей молился вы или чтобы этих людей найти возвестить он не закончил это дело а у меня ревность есть дай мне это у меня нет этого господи я зашел уже на второй день я увидел бог услышал мою молитву уже дал всего решительно пошло так как будто я там уже год работаю ну ты увидишь представь себе за несколько дней у нас уже 16 роликов сергей же говорил что говорит меня господь по ну подвигает сюда прийти он во втором что я ролики сказал когда он разговаривал с мусульманем вот вы говорите мусульман там много да да славяне там есть и славяне же более-менее это как сказать царем голове это попадается нет там когда считаешь правит вот рулетку там написано этот это самое как канал его назвать или что-то для русскоязычных оказался я их спрашивал а почему вы сюда зашли если но они то ли общаться где-то можно или расположены к тому чтоб четыре жены было но что-то в этом они скорее всего не скорее всего ну да они ищут в основном там девчонок так сказать мусульманские парни а там интересно когда заходит кто-то мы сразу креститься еще руку не успел понять он уже выключил падает следующий а другой вниз проваливается как преисподнюю а девчонки откроет и как глянуть на нас все грешницы испугались то я их начинаю они наших так называют пренебрежительно так между собой да и не между собой называют над наташка то есть это уже нарицательное такое имя наташка это значит женщина доступная до нас не называют они понимают мы им объясняем я говорю они наших славянских женщин так основание есть да 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 вот и они легко это по щелчку пальца все находит но это такой разговор деньги есть да так ну вот что я могу сказать о сергею что эта встреча наша произошла не без ведома бога и мы оказались нужны друг другу и он сильно поддерживал поддерживал и молитвой и утешал кое-где врагов которые на него выходили вот в этом плане игнотик начну какую для себя пользу нужно нам смотря на сергея на его скажем мы подвиг так жизненный до 17 лет какую для себя должны извлечь какие уроки быть надо осторожным нигде не прыгать не лезть и через дорогу аккуратно переходить чтобы не получить травму это первое иначе мы туда полезем все и второе если что-то случится травма или просто болезнь мужественно перенести как он он оставил нам пример вот и все а далее он стал искать и господь ему все больше и больше открывал просто очень последние три-четыре года у него такой подъем был мы родители конечно тоже мама вот ему помогла да очень сильно без матерью никуда она колонева была но он всегда говорил она у меня даже не полуверующая почти неверующая поэтому мы всегда за нее молились но я думаю уход его сейчас и мать и у мамы веру тоже не знаем про это говорить но главное то что я так вот думаю что игнотик лишь она зайдет комнату в день она там не один десяток раз заходила подправить сказать покормить убрать из него там выкачать что надо и вдруг пустое место никого нет а ведь это не два дня 17 лет она тут крутилась и бог дал ей силу ну конечно это не чужой ребенок ее и она плакала там увидим видели это все да благословит ее господь мы о ней молимся и милость божия не покинет ее ради молитв сергея он причащался исповедовался у него все было как надо и враги были и друзья были к нему приходили женщины там вот разведенная муж оставил вот такие с такими я никогда не выясняю я сразу нахожу ошибку ее и сразу говорю это мне достаточно ну полторы две минуты а я уже на место поставил все о другом говорит еще до свидания а она ему там рассусоливает говорит вот он оставил меня там нашел там сказал но это обычно когда у себя учительница работает они любят пересказывать что у них там было это уже профессиональное многоглагол они на пустоте да но у него терпения столько было а ему куда торопиться терпение он и лежит все таки занятый не один а не будь интернета представь себе он икону бы ни одно не написал раз второе никакой связи ни с нами ни с бы он не знакомил и вот этих 200 20 240 роликов он он ни с кем не беседовал это вообразить нельзя то в потеряевке там один подошел а интернет это от сатаны я говорю еще ты молодой человек то я говорю ты ты хоть в интернете поработай вот он для него это все было это окно для него это посыльнее его искали сергея и находили что им надо что где-то он утешал где-то говорил где-то помогал средствами даже я знаю он был очень щедрый вот так вот птицы слетаются к подобным себе мы нашли друг друга бог так устроил почему он на меня вышел вначале божий промысел а дальше я сделал замечание а то уж тут я какой есть такой я и есть не пройду мимо а дальше уже все они еще же они вот эти все многие жаловались ему на вас они вот там тихо и на тихо и такой там жесткий они плакались ему рассказывая у вас как-то потихоньку аккуратно все равно разумлял один старец говорил ты избери себя наставника такого строже которого нет во всей вселенной аминь я это сейчас с каждым время время проходит я все больше больше это понимаю насколько это важно вообще везде во всех вообще область области жизни я вот смотри во флоте служил а у нас по лестнице ну когда спускаться трап там где это шагом нельзя было ходить с первого дня вниз там это руками там скатился оттуда только бегом бежать поднимаешься к напали я вернулся уже после армии вот уже сидящие дня у меня ноги сами как только на лестнице у меня ноги бегом бегут вот как сумели 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 заложить и так и здесь если ты настроишь себя всегда молись и чтобы не было и себя молитва будет везде садишься в трамвай вылезть дорога идешь даже и рукой не будешь шевелить молитва потоком будет идти никаких соблазнов не будешь видеть ничего ты внутренняя работа будет внутреннее делание в этом дело не а не то что я буду день и ночь сидеть и перебирать хотя семикратно в день становлюсь на молитву сергей оставил добрую память и мы молимся о нем да упокоит господь душу усопшего раба своего я вам сказал как мы молимся вот так паси христос и гонки к этому я добавить еще не могу и думаю никто ничего не добавит потому что остановимся было на виду я сейчас попросил сергея у меня еще с ним была переписка в скайпе там небольшая чтобы он и здесь сделал такой же как там листы сбегаются ясно четко и кто кому сказал это вообще красота какая ну да хорошо но главное чтоб читабельно было но потом учитать очень даже яркий шрифт читабельно дочь и даже но все пока нет благодарю что вышел на меня все отошел